Уважаемые зрители, дорогие друзья, коллеги от вас, приветствую с Ереваней. Ваши были хорошие возможности для продолжения обсуждения широкого круга вопросов арменно-российского международного диалога. Рассчитываю, что мы обсыпаем наиболее актуальный вопрос противорожной повестки, который имеет стратегическую направленность. Саимовский характер взаимодействия Армении и России предопределяет тот круг задач, который мы совместно реализуем в связи с дружбой наших народов, развития наших стран в условиях безопасности, с мерой дестабильности. Активные политические диалоги, широкая внешнеполитическая координация, солидная договорно-правовая база, рекламендующая взаимодействие наших намного в всех сферах, в том числе и в оборонной, создают необходимые условия для успешных и соответственных усилий. Мы заинтересованы в определении государственных отношений, последовательной деятельности таких механизмов, как Межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, Межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, а также комиссия по военно-передическому сотрудничеству. В рамках вашего результата мы, конечно же, уже начали отреждение по вопросу на гоно-карабахского манипулирования, и сегодня продолжим. В этом контексте подчеркнула важность формирования условий для возобновления мирного процесса подкидной тройки со-представителями СИГ РУБСЕ, ФРАСИИ, ФРАСИИ, ФРАСИИ и США на длинном последовательном формате. Важнейший вопрос обеспечения выполнения азербайджанного обратно всех военно-пленных и насильственно содержимых лиц. Эту задачу необходимо разрешить так можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающемся массовом нарушении международного коммунистарного права. Не менее гостро ставит вопрос также и создание филоментарных условий для возвращения перебещенных лиц в свои дома и оказания коммунистарной помощи населению в восстановлении экономики в Нагорном Карабахе. Крайне актуальная задача сохранения историко-культурного наследия, оказавшегося под контролем азербайджанских вооруженных сил. Уведен, что сегодня отменяем сомнениями о том, как дальше процедура, в том числе и по части выполнения положений заявления на действие в января касательно разговора геройских транспортных коммуникаций. Рассмотрим последние тенденции развития ситуации на региональном уровне, в том числе и практической задачи продвижения интересов и противодействия общим угрозам. Готов обменяться мнениями по части взаимодействия формативного сородников и интеграционных отменений. Будучи важными направлениями международного соотечества, они также в себе несут дополнительные возможности и эффективности для развития армянно-российских отношений. Как видите, тематика достаточно широкая и предметная. Так что еще раз добро пожаловать и до встречи. Уважаемый Арагенович, дорогие друзья, прежде всего хочу подчеркнуть, что мы рады вновь находиться в Ереване. Признательны вам за традиционное армянское гостеприимство, прекрасной организацией нашей работы. Сегодняшние переговоры продолжают интенсивный политический диалог между Москвой и Ереваном. В этом году президент Путин и генер-министр Кашинян провели два раунда полноценных переговоров в Москве в январе и в апреле. Несколько дней назад, 29 апреля, в Казани, главы наших правительств на полях заседания Евразийского межправительственного совета обсудили многие темы двустороннего взаимодействия. Ну и очень тесно сотрудничают сопредседателя Российской Армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, вице-премьера Ярчук и Григоря. По линии Министерства иностранных дел у нас осуществляются регулярные доверительные консультации по вопросам взаимодействия в рамках СМГ, ОДКБ, Евразес. Планируется консультация по европейской и евроатлантической тематике, а также по вопросам отношений наших стран с государствами в Северной Америке, в Латинской Америке, в Карибском бассейне и по проблематике Ближнего Востока и Северной Америке. Мы с самого начала пандемии COVID-19 и тесно сотрудничаем. Россия оказывает огромную помощь для обращения распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия ДОС в спутник ВИ. Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия. 15 тысяч дон этого препарата в ближайшее время планируются дополнительные поставки и прорабатывается запрос наших организаций друзей по предоставлению 1 миллиона ДОС. Россия остается основным торгово-экономическим партнером Армении. Товарооборот по итогам прошлого года превысил 2,3 миллиарда долларов. Объема Росинвестиций 2 миллиарда 100 миллионов или 40% самокутных капиталовложений в армянскую экономику из-за рубежа. Гуманитарное сотрудничество – традиционно важное направление нашего партнерства. Сейчас в России обучаются более 5 тысяч армянских граждан, из них 2 тысячи по стипендиям, которые наше государство предоставляют в защиту федерального бюджета. И примерно 5 тысяч других уже студентов обучаются в Ереване, в Российско-Армянском университете и в шести килямах российских высших учебных заведений. Говоря об умунитарном сотрудничестве, отмечу, что 8-11 июня в Москве запланирован очередной уже 7-й Российско-Армянский Молодежный форум. Следующий год пройдет под знаком 30-летия дипломатических отношений и 25-летия двустороннего базового договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Мы, надеюсь, сегодня обсудим наши шаги по достойному отмечанию этих юбилеев. Приветствуем идею в установке Ереване памятника дружбы российского армянского народа. А две недели назад в Москве отрубил памятник советскому архитектору Нару Семеновичу Аламену как свидетельство тесного переплетения судеб наших народов. В Нагорно-Карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Плачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не обходится, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими. Они угрыдают постоянное внимание и завершение обмена военно-преднами. При содействии российских миротворцев почти 53 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Персонал Международного центра гуманитарного реагирования оказывает медицинскую помощь населению, помогает восстанавливать дома и разрушенную инфраструктуру. Успешно реализуются задачи, которые лидеры России, Армении и Азербайджана поставили на направлении разблокирования транспортных экономических связей в регионе. Трехосторонняя рабочая группа, нового уровня лица-премьеров работает активно, ритмично. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы эта работа и дальше продолжалась и способствовала налаживанию диалога между Пакуей и Ивана, работала на обеспечении устойчивого экономического развития Южного Кавказа. По вашей просьбе вы об этом упоминали в своем вступительном условии. Правительство России прорабатывает вопросы поставки, транспортировки и сборки в Нагорном Карабахе быстро возводимых домов для беженцев. Ну и, конечно же, мы тесным взаимодействием в рамках евразийских интеграционных механизмов. Этому способствует реализация принятых концептуальных документов в рамках СНГ и Евразес. В первую очередь, стратегии экономического развития СНГ до 30-го года и стратегии евразийской интеграции до 25-го года. В ноябре к Армении переходят представительства в организации договора коллективной безопасности. Будем оказывать течественную поддержку вашим планам по укреплению нашего военно-политического и военно-технического сотрудничества. Ну и в целом хочу подчеркнуть наше удовлетворение традиционно тесным взаимодействием на международных и региональных площадках с нашими армянскими союзниками. И считаем, что продолжение внешнеполитической координации является очень важной задачей в условиях осложнения современных международных процессов. Еще раз спасибо за эту встречу, за гостеприимство и утвержден, что наши переговоры здесь будут полезны. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...